всем привет вы на канале паутинка книг в сегодняшнем видео хочу показать как вышить вот такие вот простые цветочки на кардигане либо на джемпере я уже все вышила вот оставила специально один цветочек чтобы показать как вышиваю для начала я наметила места где я хочу вышить цветочки но именно вот эти вот маленькие и поставила в те места маркеры затем сделала вот везде чтобы не болтались маркеры здесь сделала вот эти вот серединки желтеньки но можно эти серединки вышивать и сразу просто по очереди серединка цветочек серединка цветочек я в дело ниточку в иглу это не мулине это вязальные нитки вот это полухлопок она не толстая поэтому я сделала двойную ниточку завязала узелочек обычный как мы делаем швейный снимаю маркер и на этом самом месте вставляю вот между петельками иглу с изнанки чтобы захватить вот эту петлю именно которую который у нас был вот маркер вот здесь вот надет и обхватывая петлю иглой ухожу на изнанку ниточку подтягиваю и здесь чтобы закрепить ниточку вхожу иглой вот сюда вот между этих двух нитей ниточку здесь подтягиваем все она закреплена и теперь нам нужно выйти на лицевую сторону только выходим уже не между петельками а вот старайтесь прям в полотно вытащили теперь для удобства я просто ложу полотном и подставляю иголочку сюда накручиваю на нее ниточку 5 оборотов теперь я пальчиком придерживаю все что я накрутила на иголку и в противоположную сторону оттуда откуда я вышла я захожу опять в петельку прям в само вязаное полотно прям в ниточку петельки если зайдете между петельками то тогда просто провалится у вас этот узелок теперь мы вытягиваем на изнанке иголку а здесь пальчиком придерживаем все видите у нас получилось узелок такой серединка с изнанки и я просто эту ниточку закрепляю двумя оборотами так же как когда шьем мы закрепляем хорошенько узелок затягиваю и просто внутрь полотна увожу немножко насквозь не проткните чтобы там не видно было в одну сторону и в другую всю эту ниточку я обрезаю и вот у нас получилась серединка цветочка сейчас приступаем к вышиванию лепесточков я взяла опять же ниточку такую же только лепестки я буду вышивать в одну нить сделала узелок в одну ниточку они смотрятся гораздо красивее и нежнее изящнее получаются но это именно по этой задумке могут быть разные варианты можно в две нити вышивать смотрите сами еще зависит от толщины вашей нити и теперь я с изнанки вставляю не выворачиваю вот здесь вот смотрю осмотрю с лицевой стороны прям вставляю у основания вот этой вот серединке иглу вставляю опять же не между петельками не в дырочку а именно в саму вот петельку в ниточку вставляю вытаскиваю нить вот она у нас узелок там и туда же в это же самое место можно на миллиметрик только вот примерно сдвинуть далеко не уходите потому что будет не будет вот такой лепесток у вас тогда вставляю в то же самое место увожу на изнанку здесь я не затягиваю просто подтягиваю на длину лепестка и с изнанки глядя вот какой длины мне лепесточек я вставляю иголочку опять же в нитку полотна вытягиваю лепесточек подтягивается еще и теперь на этом же самом месте далеко сюда не уходите будет некрасиво практически вот здесь вот я вышла вот здесь и чуть чуть подальше опять вставляю иголку в ниточку и увожу на изнанку и вот у нас получился лепесточек то же самое мы делаем полностью по кругу вот у меня здесь 5 лепестков старайтесь выводить лепесток вот отсюда прям у основания вот этой вот желтенькой серединке чтобы цветочек красиво смотрелся чтобы серединка была на своем месте и конечно заходите иглой именно в петельки прям в ниточке вставляйте иглу потому что просто потом потеряется это все уйдет прям нужно вот в саму ниточку вот видите так если немножко перетянули к примеру лепесточек просто иголочка вот так вот поправляем вытягиваем сразу поправляем потому что если вы когда сошьете все лепестки подтянуть уже не получится подтянули теперь вышиваю новый лепесток для удобства чтобы каждый раз не выходить на лицевую на изнаночную сторону я просто вот так вот делаю оборот и иголочкой вхожу в то же самое место откуда я вот сейчас вышла вот прям сюда вхожу сдвигаюсь на миллиметрик только и вытаскиваю иглу там какой длины вот например мне нужен лепесточку вот получился лепесточек и втыкаю иголку и ухожу наизнанку затем вывожу новый лепесток таким образом вышиваем все лепестки вот так как я сделал сейчас второй лепесток гораздо удобнее первый как я вышивала я показала для того чтобы была понятна техника куда входить и выходить иглой но вышиваю я вот таким вот образом потому что так быстрее намного получается периодически поглядывайте наизнанку чтобы у вас здесь не осталось длинные ниточки и еще вот это вот петелька не должна быть перекручена вот так иногда получается вот сейчас покажу к примеру иногда бывает так что она немножко что мы вставили вышли нитью отсюда например а вставили ее немножко в другую сторону и тогда перекручивается ниточка и вот если мы ее вот сошьем вот видите у нас получается у нас не получается открытый лепесток поэтому смотрите всегда чтобы ниточка вот была открытая чтобы лепесток был открытый чтобы нитка была именно вот развернута то что получился у нас открытый лепесточек когда последний лепесточек вышит я ухожу на изнанку здесь прохожу вот сюда вот в серединку чтобы закрепить вот этот вот последний лепесточек и точно так же как и желтым закрепляла точно так же сейчас закрепляю оборачивая ниткой иглу два раза и затягиваю узелочек и и теперь здесь уже нашито побольше поэтому полотно здесь поплотнее также вхожу в полотно в одну сторону ниточкой и через какое-то расстояние выхожу в другую сторону теперь эту ниточку обрезаю вот у нас получился цветочек на камеру конечно вышивать неудобно на самом деле намного проще это все делается и вот такие у нас получаются цветочки это самая простая вышивка она не занимает много времени но может преобразить изделие кому понравился данный мастер-класс не забудьте поставить лайк а также подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны свои работы по моим мастер-классом выкладывайте по тегу который указан на экране чтобы я могла вас видеть всем приятного вязания и красивой вышивки ну